Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа Практическая психология. В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмельева. Сегодня мы говорим на очень увлекательную тему. Нейропсихологический подход к формированию процессов внимания. Вот вроде бы так звучит очень серьезно, да? А тема-то актуальна, и мы сейчас об этом как раз и поговорим с нейропсихологом Ольгой Скрябиной. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, все чаще и чаще родители говорят о том, что например, воспитатели или же учителя жалуются на то, что там ваш или там чей-то ребенок невнимателен, да? Что с этим делать? Как может нейропсихолог помочь в решении этой проблемы? Можно так сказать, ну, или в решении задачи. Не люблю слово проблема. Что такое вот внимание? И когда вообще, как процесс происходит? Когда вот начнем, наверное, с маленьких самых, да, детей. Ну да, больше, наверное, возникает задач, проблем, и родители очень много приходят на консультирование, на диагностику, именно выяснить, как сформировалось в ребенка внимание. Потому что внимание – это тот процесс, который необходим при любом виде деятельности, да? И часто мы своим же детям говорим, будь внимательнее. И эта магическая фраза знакома всем с детства и сопровождает нас на протяжении всей жизни. А как это? Как это быть внимательным? Если ты еще пока не умеешь что-то. Да, он вообще слово, что такое быть внимательным, да, как быть внимательным и каким оно вообще бывает. Давайте вместе и разберемся. Давайте. Что такое внимание? Внимание – вообще это психическое состояние человека, выраженное в сосредоточенности на чем-то. Внимание выражает отношение человека к определенному объекту. Ни один психический процесс не может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточится на том, что он воспринимает или делает. Мы можем смотреть на какой-либо предмет и не замечать его. Когда мы заняты своими мыслями, то не слышим разговоров, которые ведутся рядом с нами. Однозначно так бывает. Да. Хотя звуки голосов доходят до нашего слухового аппарата. И напротив, если мы глубоко сосредоточимся на чем-то, то мы замечаем все детали, подробности предмета, на которые направлено наше внимание. Вот смотрите, ребёнок, сейчас акушеры даже говорят, что дети рождаются другие. Если раньше ребёнок рождался, и у него на протяжении недели, двух глазки только-только пытаются вместе собраться и в фокусе держать. Сейчас даже дети, они только-только родились, они уже раз, и тебе в твои глаза акушерские внимательно смотрят. Поэтому, наверное, очень много сейчас уделяется вот этому процессу внимания. Да, конечно, много уделяется этому процессу внимания. И очень много детей, как я уже вначале сказала, идут с нарушенным этим процессом. Если мы начнём с маленьких детей, ну, какой период мы возьмём маленьких детей? Ну, давайте, например, сначала... Вообще, какие виды внимания есть? Мы с вами можем поговорить сейчас о видах непроизвольного и произвольного внимания. Конечно, детки маленькие, полтора годика, два годика, да, ну что там, зарождается ещё только этот процесс внимания. Зарождается и устанавливается, да. Единственное, процесс внимания этот непроизвольный. То есть если вы хотите чему-то научить ребёнка, ну, чему мы можем научить ребёнка в этот период? Ну, например, уже годику некоторые мамы учат детей собирать пирамид. Конечно. Вот, собирать игрушки, собирать пирамидки, убирать игрушки после себя. И всё это интереснее происходит, когда обыгрывается в игре. Поэтому в этот период маленький, да, до трёх-четырёх лет, конечно же, необходимо привлекать непроизвольные виды внимания для того, чтобы ребёнка научить сосредотачиваться на тех важных моментах, которые необходимы в его деятельности. То есть если надо собрать, то есть если вы хотите ребёнка приучить быть внимательным в своей комнате, то необходимо приучить его сосредотачиваться на тех предметах мебели или игрушке, которые находятся не на своём месте. И всё это, естественно, во время игровой деятельности. И только так. Отлично. Вот даже, смотрите, есть такой способ, который одновременно и дисциплинирует, да, и опять-таки развивает вот это непроизвольное внимание. Родители не дают ребёнку следующую игрушку, пока он поиграл одной игрушечкой, да, и вот этот сам процесс. А теперь давай её положим на место. Где место у этой игрушки, да? Ребёнок, например, ползёт или там уйдёт, вместе с родителями кладёт эту. И тогда мы с тобой ищем, а какая будет следующая игрушка, да? Да, можно, конечно, и таким образом, но иногда бывает эта игрушка, которую родители хотят положить на место, она может быть связующим звеном следующей игрушки. Поэтому главное в конце, вот когда у вас игровая деятельность с ребёнком заканчивается, то есть когда вы уже переходите к новому виду деятельности, например, к отходу ко сну, вот тогда необходимо, да, сложить все игрушки, сложить свои вещи там, да, на свои места. И как можно, и чем раньше вы приучите ребёнку к порядку, тем более проще будет проходить процесс научения произвольному виду внимания. И так вот до трёх лет мы с вами, да, 3-4 года, а вот потом же их усаживают в детском садике за столы. И начинаются занятия. Вот, пожалуйста, математика, вот, пожалуйста, там лепка, ещё что-то. И воспитатель говорит, ой, что-то у вас такое невнимательное, или она такая у вас невнимательная. Как вот до школы, вот эти два волшебных года, с 5 до 7, можно ребёнку помочь уже, уже произвольное внимание будет, да? Да, тут если непроизвольное внимание сформировалось так, как мы с вами только что говорили, то, конечно, не будет проблемы в формировании произвольности внимания. И ребёнок чаще всего, если у него нет никаких органических нарушений в формировании головного мозга, то он будет легко усаживаться за парту и, ну, по крайней мере, в течение 10-15 минут быть во внимании. И то, опять же, мы же не говорим о произвольности истинной, да? Мы говорим о произвольности только вырабатываемой, научаемой ребёнку к произвольности, то есть к какому-то, опять же, порядку, да? Хорошо. Вот смотрите, есть категория родителей, да? Она встречается почему-то в последнее время всё чаще и чаще, которые говорят, нашему ребёнку не нужно дошкольное образование. Мы хотим, чтобы ребёнок не лишался детства. Мы хотим, чтобы он жил вот в таком вот состоянии, да? И, конечно же, мы не заставляем детей своих усаживаться, заниматься с ними. Вот хочет, интересуется буквами – хорошо, уделим этому внимание. Там интересуется цифрами – хорошо, расскажем про эти цифры. Вот вы наблюдаете таких детей? Как у них с вниманием? Ну, вот получается, что в садик, если ребёнка отдали, он всё равно волей-неволей, но его потихоньку-потихоньку усаживают, потихоньку заставляют это вот самое внимание там, да, хотя бы на 5-7-10 минут сконцентрироваться, да, выдать какой-то результат. А дети, у которых нет такого опыта, как им дальше в школу идти? Ну, тяжело. Сложно, да? Им будет, да, достаточно сложнее, чем тем, о которых вы, детях, говорили. Если я правильно поняла, вы спрашиваете о том, необходимо ли ребёнка заставлять учиться в тот период времени, когда ему ещё это, в принципе, не дано правильно. Да, вот смотрите, все вот эти занятия дошкольные, которые там, это же лепка, рисование, окружающий мир, который, это же всё так системно выстраивает и отрабатывает вот это самое внимание произвольное. Конечно, это предпосылки произвольности внимания. Есть ведь такие понятия, как открытые Львом Семёновичем Выгодским, как зона ближайшего развития, зона актуального развития, да. И поэтому, если в 5-6 лет всё-таки у нас зона актуального развития это игровая деятельность и научение всему в игровой именно деятельности, то необходимо, конечно же, обучаться играючи, да, играя. А дальше уже смотрим на зону ближайшего развития, к чему у него дальше пойдёт интерес и какой сензитивный период у него дальше. И если ребёнок действительно сам захотел изучать буквы, ну, ради бога, это его желание, и значит, он готов к восприятию этих сложных системных знаковых таких символов, да. А если ребёнок... Сознатель зрелости, да, определённо, потому что если, например, кора головного мозга там, да, не созрела, то тогда ребёнок может и в 8 лет быть не готовым, да. Конечно, конечно, конечно. Как и в сфере системы. Да как, если мы начнём, как у нас делают школы развития, усаживают в 3-4 года ребёнка по 30 минут за парту, да, начинают изучать буквы. Вообще о чём? Да, мы получаем к 7 годам совершенно не готового к обучению ребёнка. И этому ребёнку бедненькому совершенно не хочется в школу, совершенно не хочется сидеть на уроках и совершенно не хочется воспринимать ту интересную информацию, которую даёт учитель. Конечно, необходимо соблюдать вот эти возрастные или... Периоды сензитивного развития, да. Ну и, естественно, быть очень внимательным, наблюдать за своим ребёнком, к чему он сейчас тянется. Хочет он сейчас рисовать, значит, бросайте всё и рисуйте с ним. Значит, у него потребность раскрытия и развития своего внутреннего мира, да. Если ребёнок сказал, я хочу изучать там буквы, тогда берите тоже, бросайте всё и садитесь вместе с ним, изучайте буквы, конечно. И так далее с любым процессом. Да, захотел вязать, пожалуйста, только не отталкивайте его. Если вы оттолкнёте ребёнка и скажете, мне некогда, мы с тобой потом это сделаем, потом этот процесс очень сложно будет наверстать. У ребёнка интерес пройдёт, и желание тем более пройдёт тоже. Итак, проговорили вот про ранний возраст, и теперь ребёнок у нас идёт в школу. Что вот здесь в норме? И если мы эту при диагностике норму не видим, то каким образом можно помочь ребёнку справиться с задачами, связанными вот как раз с формированием процесса внимания? Ну, тут, конечно же, знаете, в зависимости от причины возникновения невнимательности. Есть органические, да, есть неорганические. Как это можно определить? Это определяется на диагностике? Это определяется на нейропсихологической диагностике. Да, если психологи хорошо владеют и хорошо знают первичные и вторичные нарушения, то можно выявить и по обыкновенным психологическим тестам, например. Но определить с самим родителем можно с помощью, наверное, вспомнить свой процесс беременности и процесс родов. Потому что чаще всего дети, которые именно имеют органическую невнимательность, ну, будем так, грубо говоря, да, они имеют в своём анамнезе достаточно много заболеваний. Или заболеваний, или травм. Наверное, не очень грамотно сказала, что травм. Они имеют такую... Например, асфиксию, да, например, двойное обвитие, да, в виде поповины, да, может быть, во время беременности или в родах, да. Да, шкала АБГАР меньше 7 баллов, да, вот, как вы сказали, обвитие поповины. Безводный период больше 12-14 часов, да, во время родов. Различные в течение года инфекционные заболевания, когда ребёнок очень много болел, естественно, очень много... В первый период, да, в первый год жизни, да. В первый год жизни, да. Различные эндокринные заболевания, да. Вот, тогда это, конечно же, возможно, да, возможно, всё-таки невнимательность его... Да, невнимательность – это органическая. Но также есть ведь и приобретённая невнимательность, да. Приобретённая невнимательность – это тогда, это ещё таким термином называют, как педзапущенность, педагогическая запущенность. Это тогда, когда на ребёнка не обращают родители особого внимания, не формируют у него никаких ни навыков, не формируют у него никакой познавательной активности, деятельности. То есть растёт, как трава. Да, растёт, как трава, да. Органики вроде нет. Ребёнок может быть действительно очень молодец и умничка. И он может решать там любые задачки и быть внимательным достаточно большое количество времени. Но опять же, если будет подход определённый, если подхода нет, то он и уйдёт в разряд задержанного развития. То есть есть и такой момент, конечно же. Хорошо. Значит, если мы с вами понимаем, что, например, это органика, то тогда там ещё плюс к нейропсихологии подключаются, наверное, и медикаментозные какие-то, да? Это уже врачи сопровождают, да? Но, тем не менее, родители не опускают руки, потому что у нас есть нейропсихологическая коррекция, правда? Конечно. Да, даже приорганических каких-то, да? Да, конечно. Конечно, нейропсихологическая коррекция. Нейропсихологическая коррекция включая... Вот если мы видим истинное действительно органическое нарушение внимания, то, конечно же, мы подключаем, как вы сказали, медицину обязательно, да? Здесь будет большая помощь от неврологов, психотерапевтов, да? И плюс ещё нейропсихологическая коррекция, которая включает в себе двигательную коррекцию. А двигательная коррекция включает в себя, вот в частности, дыхательные упражнения, дыхательную гимнастику. Потому что, чтобы быть внимательным, необходимо, чтобы мозг впустил в себя достаточное количество кислорода, чтобы ребёнок был, чтобы его мозг был в состоянии воспринимать слуховую, зрительную информацию. Это процесс-таки сложный, да? Процесс очень сложный, потому что, может быть, очень, вернее, вот очень много детей идёт, у которых шейный отдел позвоночника по какой-либо причине получил... Ну, чаще всего родовые травмы, да? Родовая травма была, да. Может быть, первый шейный позвонок смещён. Конечно, это очень я грубо сказала, да, но вот он неправильно стоит. И поэтому, сколько бы мы ни дышали, сколько бы мы внимательностью не занимались, да, и пока причину не уберём, улучшение у нас будет временное. То есть часто бывает так, что если по нейропсихологической диагностике мы понимаем, что есть какая-то задача, да, то это комплексное решение. Это и врачи, это и мануальные терапевты, да, и плюс поддержка, коррекция нейропсихолога. Да. Хорошо. Родители, не забывайте. Родители самые большие. Да, кстати, вот роль родителей во всём этом процессе, как помочь, потому что ведь это тоже надо верить, понимать, это... Видеть надо, видеть, что ребёнку тяжело, да, и не наседать на него, вот, посмотри, ты написал, опять ты до свидания написал слитно там, да, ты только что это слово описал. Куда ты смотришь? Начинают ругать ребёнка. А на самом деле у него мозг выдохся, и он не может сосредоточиться. Да, легче всего, лучше, вернее, не легче всего, а лучше всего в этот момент, когда вы видите, что ребёнок действительно уже очень устал, но это я говорю, нужно быть внимательным ещё и родителям, и он не капризничает и не уходит в отказ от выполнения домашнего задания, хотя это тоже отдельная тема, почему ребёнок уходит в отказ от домашнего задания. Вот. Тогда дайте ему возможность отдохнуть. Естественно, никаких гаджетов, никаких телевизоров, никаких компьютерных игр, ни в коем случае вам необходимо сделать так, чтобы ребёнок отдохнул, физически двигаясь. Пожалуйста, хотите дать ему тряпку? Пусть он помоет полы. Хотите, цветочки пусть польёт, пропылесосит. Если всё это сделано уже, да, то, пожалуйста, имейте гимнастический мячик, пусть попрыгает на гимнастическом мячике, пусть поотжимается, пусть понаклоняется, физическая нагрузка, она очень сильно влияет на формирование процесса внимания. Поэтому, видите, пять минут прошло, он позанимался, подышал, отдохнул, и всё, сейчас можно уже его опять усаживать за стол, и пусть выполняет домашнее задание. И ребёнку будет легче, и вы не будете раздражаться, родители. Когда готовилась, да, очень многие пишут о том, что учёные, психологи, нейропсихологи, неврологи пишут о том, что вот как раз необходимо, чтобы был полноценный ночной сон. Режим дня вообще необходим. Дело в том, что без режима дня мы никуда не можем продвинуться. Ребёнку необходимо высыпаться. У него очень большое напряжение действительно в школе, очень большое. Сравнивать нас, например, да, в наши годы, когда мы были в первом классе, и сравнивать нынешних детей, ну, вообще, по большому счёту, не стоит. Это неправильно, некрамотно мир не стоит на месте, и дети тоже очень сильно меняются. Вот, тем более, даже если просто по одной причине, что информационное поле намного расширилось для детей. Считается, что очень часто бывает так, когда ребёнок, то, что сейчас, например, постоянный компьютер, гаджеты, очень много информации отовсюду берёт, да, отсюда и вдруг возникает вот это самое невнимание. Действительно ли это так? Ну, гаджеты, они, конечно, истощают, очень сильно истощают. То есть понижают работоспособность самого человека, мозг, да? Да, они истощают нервную систему, они истощают, действительно, головной мозг, ребёнок после гаджетов. Так вы вот сами ведь наблюдали, наверное, да, посмотреть на ребёнка, который просидел полтора часа у гаджета, да даже час, он же становится неконтролируемый себя, он начинает вытворять какие-то движения, Да, движения, он звуки какие-то начинает выдавать. Если он не начинает это внешне, дома вытворять такие вещи, да, то он обязательно накопит это и выполнит всё то, что не выполнил дома, в школе. Это обязательно. Плюс ко всему, да, сразу же начинается, я тоже наблюдаю, да, моменты, когда ребёнка забираешь от компьютера там или там, да, из какого-то гаджета, то, может быть, тоже слезливость, то есть, да, постоянно какие-то прямо, да, всплески эмоций, эмоциональность такая. Конечно, агрессия. Начиная от того, что там, пожалейте меня, возьмите на ручки, до агрессии, да, это тоже показатель того, что всё-таки воздействует. До агрессии и даже до попыток самоубийства. Поэтому если уже такая ситуация есть, тут уже звонят такие колокола, что их нельзя не услышать, вы настолько приучили ребёнка к гаджетам, что вам необходимо помочь уже психотерапевта, от зависимости нужно лечить, да. Вот. Поэтому прежде всего, да, родителям необходимо понимать, что гаджеты они высасывают, они истощают, они уничтожают всё то, что дано природой. Второе. Необходимо соблюдать чёткий режим дня. Прямо вот ребёнок должен спать не менее 7,5 часов. Это обязательно. А для дошкольников даже везде указано около 10 часов. Конечно, да. Ну, про школьников, да. И то даже в начальной школе первым классом, дети, посещающие первые классы, дневной сон рекомендуют. То есть им необходимо... Сейчас даже в армии рекомендуют дневной сон. В идеале. Кто же будет нас защищать, не знаю. Ну, в общем, вот. Поэтому, конечно же, это режим дня, режим дня, который заключается не только во сне, да, но ещё и в правильной организации своего, своей деятельности. Да, утром ушёл, днём пришёл, сделал это, потом это. Должна быть некая последовательность действий, которые ребёнок должен в голове держать. Тогда у него не будет разброса, и тогда он не будет энергетически тоже истощаться. А что же сейчас делать? А что же сейчас? А я опять не успел. Ой, а надо было это. Ой, а мама не позвонила. То есть тема планирования, да, она очень важна для таких детей, да? Для внимания очень важна, да. Потому что собранность есть собранность. Когда мы собраны, мы, в принципе, не волнуемся, не переживаем. А когда не собраны, мы можем вдруг вспомнить, что пенал не положили, дневник не сложили, ручку не взяли, и тогда начинается у ребёнка эмоциональный подъём. Эмоциональный подъём в не лучшую сторону, да, он вызывает тоже истощение. И он становится совершенно невнимательным на уроках, потому что переживает. Хорошо, а как можно помочь, как может сам себе ребёнок помочь, вот, например, он знает, да, что учителя жалуются, родители знают, что, ну, что вот с тобой делать, ну, такой ты у нас невнимательный, да? Есть ли какие-то такие методы, которыми может ребёнок сам, ну, мы сейчас говорим про школьников, воспользоваться, чтобы, например, на контрольной быть более внимательным, собраться, вот что-то такое вот можете нам прямо предложить? Знаете, мне кажется, ребёнок сам знает, как выходить из этих ситуаций, потому что, когда он устаёт и утомляется, мы наблюдаем такую картину. Качание на стуле, дёрганье соседа, оборачивание в разные стороны, да, отвлекание других. У таких детей всё время падают ручки со стола, они всё время бегают попить. Может быть, отходят в туалет, да, пять раз доску сходят, вымоют там, да, могут соскочить со стула. Они тем самым себе помогают. Мы это принимаем за то, что человек невоспитанный ребёнок, невоспитанный, мы ему говорим, ну-ка, сядь на место, или ты перестань качаться на стуле, мебель сломаешь, или перестань вертеться, да, а на самом-то деле... Да, на самом-то деле ребёнок, если мы говорим про начальную, особенно про первый класс, то любой ребёнок, идущий в первый класс, он не хочет причинить вреда себе и тем более огорчать родителей. Но так как у него органические какие-то есть нарушения, о которых мы ранее говорили, то он таким образом восполняет... Компенсирует. Компенсирует кислородное голодание головного мозга. Для того, чтобы быть вниманием, ему необходимо надышаться. Надышаться. Прежде всего, ему необходимо надышаться. Поэтому, когда он устаёт, он начинает крутиться и вертеться. Следовательно, если грамотный педагог, да, то в виде таких детей, она что может им предложить? Сделать, например, там, пятиминутку, где можно подышать дыхательную гимнастику, да, сделать? Подвигаться, да, потому что при физической нагрузке мы с вами тоже обогащаем кислородом мозг, да? Что ещё? Покричать, попеть. Конечно, конечно, всё можно сделать на уроке в течение пяти минутки. Не зря раньше у нас были физкульт-минутки. Я знаю, во многих школах учителя придерживаются, даже если не успевают по программе, они всё-таки обеспокоены здоровьем своих учеников. Поэтому физкульт-минутки, конечно, проводятся. Это очень здорово, это очень хорошо, потому что без физкульт-минутки ребёнку очень сложно. И поэтому сам себе ребёнок, ещё как он может себе помочь? Если на протяжении дошкольного периода мама знала, что есть такие нарушения, есть такие проблемы, да, то она могла его научить вот этим всем дыхательным видом упражнений, да? И когда у них начинаются контрольные какие-то, самостоятельные, ребёнок самостоятельный, ребёнок может хотя бы дыхательную технику, да, даже не самые простые, он может выполнить. Вот если вы замечали, ребёнок, который стоит у доски, всегда трёт себе пальцы. Что такое? Вот опять же, он сам себе помогает, тело подсказывает. Что такое тереть пальцы, да, выкручивать себе руки, потирать их, вот волнует. Мы думаем, что волнуется. Конечно, с одной стороны он волнуется, а во-вторых, у нас на кончиках пальцев сколько биологически активных точек, да? Он себя стимулирует, он себя стимулирует тем... Чтобы вспомнить. Чтобы вспомнить, не волноваться, не переживать, правильно написать, быть внимательным, когда тебя спрашивают, слушают, да? То есть он сам себе, в принципе, помогает. И это не нужно... Одёргивать. Пусть продолжает. Три, если тебе надо, эти руки. Педагогу и родителю необходимо замечать эти моменты. Обычно они возникают... Спонтанно, да? Они возникают или спонтанно, да, а если он ведёт урок, то через 10 минут он должен видеть, насколько глазки смотрят внимательно на учителя. Если видит, что всё, начали качаться, начали отвлекаться, начали... И там что-то ещё, какие-то проявления невнимательности, да, в поведении, то проведите физкульт-минутку, да. Вот она совершенно ничего не стоит, но она столько обогащает. Она обогащает, и вы потом догоните этот материал в два раза быстрее, который хотели бы дать, если бы не физкульт-минутку. И к тому же вы увидите быстрее результаты, да. Конечно. Потому что ребёнок отключается чаще всего, я смотрю, вот, например, тоже по детям, наблюдаю на седьмой минуте, потом на четырнадцатой, да, вот так ровно через... Цикличность такая найдёт. Цикличность определённая есть. Конечно, есть другие дети, которые не отключаются, отключаются на 21-й, например, только, да. Конечно. Но очень важно, если у вас есть... Мы сейчас, наверное, к педагогам больше обращаемся, обращаемся, да и к родителям тоже, когда, например, вы усаживаете ребёнка делать уроки, вы посмотрите, что на него кричать и шуметь, там, например, на седьмой минуте, что он там полез под стол, да, и что-то ещё там уронил, что-то делать. Он тем самым себе помогает. Он, может быть, и рад, как можно быстрее всё это сделать. Конечно, конечно. Но физиология физиологии. Её никак не переплюнуть. Никуда, на самом деле не делать. Если мы вспомним себя в состоянии усталости, что нам хочется, нам хочется лечь, там, я не знаю, ну, в общем-то, ничего не хочется делать, да, совершенно хочется просто лечь, полежать, и чтобы никто не отвлекал от этого процесса. А у детей нет, они лежать не могут, чисто физиологически не могут лежать. Мало того, помните, вы же сами нам рассказывали, да, о том, что некоторые дети, они, наоборот, когда вот у них истощаемость происходит, да, они, наоборот, становятся ещё активнее, тем самым... Тем самым они вызывают, да, они успокаивают себя и насыщаются кислородом, будем говорить так. Энергии накапливаются таким образом. Вот. А мы в это время начинаем шуметь, кричать и хлопать, разводить руками. Что же нам делать с такими детьми? Что же? Любить, прежде всего. Понимать, принимать, видеть. Вы понимаете, родители, прежде всего, должны быть внимательны к своим детям. Родители должны отслеживать любое состояние своего ребёнка. И видите, что ему тяжело, дайте отдохнуть. Вместе что-то сделать или ещё... Или вместе... Ну, лучше всё, конечно, вместе, когда родители что-то делают. Ну, если вы не можете вместе делать, дайте ему отдохнуть. Но единственное, никаких гаджетов, никаких телефонов при этом не должно быть присутствовать. Хорошая физическая нагрузка, регулярная, систематическая тоже не помешает, да, таким детям? Дополнительное образование вы имеете в виду? Да, конечно, вот таким именно органиком, если мы будем говорить про них. Им необходимо дополнительное образование в виде... Пусть будет бассейн, очень хорошо. Пусть будет даже это не кружок, а хотя бы семейный выход по субботам или по воскресеньям, или два раза в неделю. Это будет замечательная коррекция вот как раз органической невнимательности. Пожалуйста, футбол. Пожалуйста, танцы. Пожалуйста, всё, что угодно. Всё, что угодно, всё, что связано с дыханием, это будет только на благо ребёнка. Процесс это очень длительный. За пять минут, за пять недель это ничего не даст. То есть надо родителям быть готовым, да, что если вы начинаете заниматься нейропсихологической коррекцией, то тогда это действительно длительный процесс. Сколько? Это три месяца, полгода, иногда несколько лет, да? Да, скорее всего, всю началку, если обратились в первом классе. Всю начальную школу. А если не обратились в первом классе, то уже поздно? Нет, почему нет? Никогда не в мозг, да? Нет, нет, нет. Мозг у нас очень благодарный орган, и поэтому он, конечно же, идёт на все уступки, на всю заботу нашу он поддаётся. Я знаете, что в конце хотела сказать, что детям даже вот дома, да, родители, что могут делать? Это и детское родительское налаживание отношений, это и понимание детей. Сделайте массаж. Массаж пальчиков, массаж ушек, пальчиков на руках, пальчиков на ногах. Это, во-первых, настолько приятно для детей. Вы наговоритесь, вы насмеётесь, узнаете много нового, и это сделает вас ближе друг к другу. Понимаете своих детей. Спасибо большое. Сегодня с Ольгой Скрябиной, нейропсихологом, мы говорили о нейропсихологическом подходе к формированию процессов внимания. Надеюсь, Оля, что это не последняя наша с вами встреча, и будем продолжать знакомить наших слушателей с этой увлекательной наукой. Спасибо вам. Спасибо. Здоровья и любви всем. До свидания.